всем привет заканчивается 2022 год и у многих принято подводить итоги года лучшие альбомы года но мне всегда казалось это достаточно нелепым занятием потому что в общем разницы для меня большой нет вышел какой-то хороший альбом там условно говоря в сентябре или феврале ну и что 22 год 23 год 21 год в общем разницы никакой нет для собственно говоря музыки но тем не менее я тоже встал на этот скользкий путь ну скользко на улице что поделаешь и даже даже не в этом дело даже не в этом дело дело в том что мы с моим хорошим очень товарищем андреем виноградовым который работает в прекрасном музыкальном магазине как-то встретились мы встречаемся часто и стали друг друга спрашиваете что тебя потрясло в этом году так что потрясло на самом деле в этом году очень много хорошей музыки вышло очень много если вы подписаны на какие-нибудь такие ресурсы типа полностью гает или что-нибудь подобное то вам конечно каждую неделю приходит вот такой список альбомов которые вышли на этой неделе на прошлой неделе да и всегда есть из чего выбрать и всегда вы там обязательно найдете что-то хорошее помимо этого примерно в 25 раз больше выходит пластинок которые не обозначены в этих списках официальных и других ресурсов разные андеграундные группы малоизвестные группы которые зачастую выдают такие пластинки от которых просто волосы дыбом и думаешь как же можно это пропустить почему мы этого не слышим почему это не продается в магазинах это нужно где-то искать заказывать и так далее чем хорошей музыки очень много и об этом мы говорили что очень много хорошего но так чтобы вот раз и прямо пробрало что-то вроде не не приходит на ум такого того взрыва какого-то а потом вдруг раз и наткнулся на пластинку артик манки с которая вышла в этом году в 2002 но артик манки с я безумно люблю первый альбом вот этот я думаю что все любят он очень хороший настоящий роковые рок-н-ролльные по-хорошему записан практически в живую ну там с определенной редактурой конечно не без этого но группа отыграла перед записью около 60 концертов как я вычитал где-то там в разных статьях и у них все было накатано все было сделано все было отработано но как у битлс примерно история похожая пришли в студию и довольно быстро за несколько дней зафигачили в живую шикарный совершенно рок-н-ролльный альбом но рок-н-ролльный в хорошем большом в широком смысле этого слова настоящий рок и урок такой как я люблю то есть старый рок эта музыка абсолютно на самом деле традиционная абсолютно старинная абсолютно то же самое что играли в конце 60-х в британии в семидесятые просто другие инструменты друг другое оборудование другой темп жизни я кстати об этом говорил много раз но суть построение песен смысл суть рок-н-ролла она вот здесь в точности сохранилась также как у группы франс фердинанд например которую я считаю не то чтобы архаичный но вполне такой классической она мне дико нравится франс фердинанд но франс фердинанд они в десять раз примерно более изысканные в них такой дендизм британский опять-таки они даже круче чем kings в этом смысле намного а арктик манки с они попроще в смысле подачи были я замечу такие простые парни которые пришли типа клэш только немножко другую музыку играли все-таки ближе к рок-н-ролл клэш это все-таки новый шаг в упрощение гармонии в подачи флаг лаконичности а эти развернулись по полной схеме в рок-музыке в роке 60-х но сыграно конечно это все современно было и уж никак я не ожидал от арктик манки с вот этой пластинке tranquility base hotel плюс казино ну она вышла в восемнадцатом году я не имею ввиду но она меня очень сильно удивило также как и многих любителей группы арктик манки с потому что на них произошла радикальная смена стиля и пришел тот самый дэндизм которого не было на первых альбомах и дэндизм такой такая изысканность такая плавность такая глубина и такой стиль что они переплюнули конечно и франц фердинанд и kings тех времен и много-много кого еще приблизились практически к я не знаю кому франку синатри пожалуй что наверное так star treatment первая вещь прекрасная вообще это это можно сказать что это мюзикл какой-то причем мюзикл в кино смотришь кино с прекрасной музыкой с лирическими героями про любовь про измены про расставание про встречи и все безумно красиво все очень хорошо одеты все страдают все курят дорогие сигареты пьют шампанское и все вот это происходит под музыку арктик манки с вот этого альбома tranquility tranquility bass hotel плюс казино безумно все красиво местами напоминает там тэн сиси периода до оригинал саундтрек наверное только тэн сиси все-таки такие аля-ля веселые разудалые с кучей голосов со всякими штучками фигучками а здесь никаких штучек фигучек здесь очень красивая музыка очень тонко аранжированная очень интересная и местами жесткая местами плавная местами лирическая вот star treatment я говорил очень очень прямо такая красота красота идем дальше american sports уже пожестче а заглавная песня tranquility bass hotel плюс казино это вообще какая-то мрачная тревожная такая штука но ничего нет краше конечно чем four out of five первая вещь на второй стороне она просто уже на разрыв души воплощенная красота воплощенная в звуке красота что такое красота спросите себя поставьте вот эту песню и вы услышите что такое красота в общем замечательно но пластинка которыми я потрясла и которую я лично считаю для себя для себя не знаю как для вас для себя точно что это лучший альбом 2002 года из всех тех что я слышал это не то чтобы прорыв время прорывов вообще закончилась прорывов надрывов взрывов смысле музыки хитов она закончилась и чем мне нравится этот альбом что здесь нет никаких хитов группа пошла совершенно другим путем в прошлом все эти хиты хит парады вся эта идиотская гонка весь этот идиотский шоу-бизнес абсолютно все это возня какая-то мелкая мы запишем хит мы запишем новый трек от слова трек меня вообще выворачивает и не могу я своей дочке говорю забудь слова трек есть слово песня и слово произведение какой трек что такой трек трек к музыке к творчеству вообще не имеет отношения какая-то механистическая механистичная вещь как этот трек мы запишем трек не пишите трек слушайте трека я буду слушать музыку здесь никаких треков никаких хитов никаких синглов ничего вот этого богомерзкого совершенно нет а какая-то удивительная сказочная вселенная новая музыкантов из арктик манкис и в основном конечно алексе тернера который раскрылся в голосе здесь ну круче наверное чем синатра даже да простит меня синатра я очень люблю его пение его музыку его вообще образ и все что делал здесь тернер тоже спел будь здоров как но на дк это что-то удивительное это невероятный тембр совершенно отдельный самобытный не похожий ни на кого очень широкий диапазон прекрасное интонирование эмоции драматургия все прямо здесь все 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 есть и если что касается музыки вот и если эта пластинка как я сказал она напоминает мюзикл в кино да вот мы сидим в кино и смотрим прекрасный мюзикл то вот это это размышления героя который посидел вот в этом кино вышел из кино столкнулся с реальной жизнью и переживает то что он в этом кино увидел вот в этом который он увидел в 2018 году и переживания вот эти 2022 года переживание того что было там то есть стиль остался тем же но все стало умнее глубже шире как наши политики там грядши у расширить и углубить да как говорил горбачев но вот это расширено и углублено все и говорить о том что это профессиональ не неправильно потому что профессионализм на высочайшем уровне и в предыдущем альбоме но здесь как-то это умнее что ли и взрослее хотя что взрослее здесь 32 года было тернеру на этом альбоме а спел он так как будто ему 45 а здесь соответственно 32 плюс 4 соответственно но неважно к 40 до 32 плюс 4 до 36 но уже настолько это взросло настолько это серьезно прожито пережито прочувствовано что дальше ехать некуда симфонический оркестр настоящий с большая струнная группа живая все живо и симфонический оркестр здесь использован не так как используют его разные хэви-метал группы или хард-роковые коллективы когда оркестр вытаскивается на первый план по звуку да и как бы группа демонстрирует вот у нас оркестр вот мы зарубаем а тут еще у нас оркестр мы крутые мы умеем мы знаем как делать оркестровки хотя оркестровки делает там совсем другой человек которого никто не знает который сидуя в кабинете обложены нотными листами и делает эти оркестровки для оркестра потом приходит группа играет мы вот такие мы тут с оркестром и оркестр конечно выпечен вперед чтобы все было слышно что у нас оркестр вы глухие фанаты металла вы ничего не слышите вам надо сделать громче оркестр да ничего похожего здесь нет здесь оркестр выполняет свою функцию совершенно отчетливо его его очень хорошо слышно но находится сзади он в музыке он в общей палитре в ткани и барабаны и гитара и бас и голос тёрнера конечно который не поют здесь хитовых мелодий их здесь нет здесь какие-то не структурированные такие песни которые хитами не назовешь появляется кусок мелодии очень красивый потом уходит в какую-то почти джазовую такую не импровизацию of джазов около джазовое плавание на фоне оркестр ну то же самое что у сенатора до примерно только это современно и это все конечно ближе к року и тернер говорил что как он говорил что на этом альбоме я иногда включаю рок-группу иногда выключаю рок-группу потом опять и включаю потом опять и выключаю но вот дэрид бета дэмир был сразу вхождение в сказку вхождение в эту вселенную героя во второй песне включается электрогитара с древним приемом автовау очень смешно и очень как-то такая ностальгия по 60 извините пожалуйста но бывает такое ностальгия по 60 вот это автовау ну конечно это другой прием но тем не менее очень здорово и опять таки все это на фоне оркестра с капсисов anything goes третья песня мрачная тревожная очень широкая с отличной оркестровкой и она рифмуется заглавной песни вот tranquility base hotel такая же странная и какая-то научно-фантастическая очень интересная джетски сандер мод оркестровая сюита очередная вместе с рок-группой и более paint очень хорошая мелодическая штука дакар заглавная песня сплошная ностальгия воспоминания о папиной гитаре начинается с акустики и уходит дальше в прекрасное пение тернера вот big ideas это уже настоящая оркестровая сюита настолько она симфонично настолько она красиво широко широко глубоко сильна как поется в одной песне то же самое с хэллоу ю продолжается вот эти оркестровые все путешествия симфонические и тернер парит своим голосом над оркестром над группой которая очень скромно но точно играет мистер шварц моя любимая песня вообще я так понимаю что она имеет отношение к шоу-бизнесу также как и big ideas очень проникновенная и очень очень лиричная и какая-то не знаю как вот настроение как у героев ремарка вот можно как-то это дело совместить наверно с ремарком мистер шварц и perfect sense завершает пластинку прекрасная такая good bye good bye good bye с настроением печали но печали светлой вообще пластинка очень светлая трогательная лирич лирическая в то же время и включение рук группы периодически удивительная совершенно вещь она меня потрясла 2022 год arctic monkeys the car пошел пить пока